В Северной Осетии определили учителя года. Им стала преподаватель английского языка 8-й школы города Беслана Зита Цураева. Глава республики Вячеслав Бетара вручил победительнице главный приз конкурса – ключи от квартиры и денежный сертификат на 500 тысяч рублей. Конкурсантки, которые заняли второе и третье места, вручили сертификаты на 500 и 300 тысяч. В этом году заявки на участие в конкурсе подали 65 педагогов. Только 15 из них были отобраны для полуфинала и пятеро прошли в финал. Конкурсанты успешно прошли первые профессиональные испытания, достойно показали, что они являются знатоками своего дела. Напомним, ежегодный конкурс «Учитель года» проходил в республике с начала февраля. Работу участников республиканского конкурса оценивала большое жюри, председателем которого стала министр образования и науки Людмила Башарина. Это кандидаты педагогических наук, победители конкурсов, учитель года прошлых лет, эксперты Министерства просвещения и авторы методических программ для школ. По словам лучшего учителя 2020 года, она надеялась на победу, но совсем не ожидала, что выиграет. Я надеялась, как и каждый участник конкурса, каждый финалист, я надеялась, но абсолютно уверенно, естественно, не была, потому что на этом месте мог быть любой, потому что все были достойные. И, конечно, я желала победы своим, честно признаюсь, желала победы своим друзьям, могу так сказать, конкурсантам, но мне, наверное, просто повезло чуть-чуть больше. В истории регионального конкурса определили впервые, еще в ежегодном докладе посланий, Вячеслав Бетаров отметил, что вопросы образования – важные направления социально-экономического развития республики. Поэтому правительству республики также было дано поручение изыскать в местном бюджете средства, которые пойдут на реализацию социальной программы поддержки педагогов. И конкурс «Учитель года», по мнению главы республики, должен стать реальной возможностью повысить уровень квалификации учителей и помочь сильнейшим из них улучшить свое материальное положение. Этот конкурс считаю, что должен стать реальной возможностью повышения квалификации и помочь им сильнейшим, в том числе и улучшить свое материальное положение. Поэтому приняли решение увеличить призовой фэнд в этом году и будем дальше над этим работать. Недавно, обращаясь к нашему народу в послании, я говорил о том, что мы в ближайшее время разработаем специальные социальные гарантии для учителей тоже. Будем дальше работать над повышением заработной платы, как только будут появляться у нас возможности в нашем бюджете. И я думаю, что благодаря этому мы будем все больше и больше привлекать молодые кадры и создавать условия для развития образования в республике.